Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня мы поиграем в инди-хоррор под названием Дональд. Это демо. Судя по всему, будет полная версия. Как-нибудь потом. Или не будет. Если разработчики, как это у них часто принято, забьют на это дело. А как бы там ни было, сегодня, я думаю, нам будет страшновато. Надевайте наушники, задергивайте шторки и вперед. Ох, какие приятные звуки. О, да мать. Это нормально вообще, нет? Вроде как нормально, мне говорили. Хорошо, ладно. Сделаем, видишь, это в порядке вещей. Узнаю FPS Creator. Кстати, много хороших инди-хорроров мы на нем играли, так что... Окей. Где мы? Дверь такая, как будто это какой-то бункер, что ли, я не знаю. Если вы инвалид, вам хана. Штамп. Как-то в двери. Энтер, может. Да нет, вроде. Кровище. Кругом. Кругом кровище. Девять. Увы. Ладно. Кто-то сломал ящик. У меня такое ощущение, что все-таки двери как-то открываются, но мы просто... А вот, смотри. Чё это было? Типа... Столовая. А Red Bull округляет? Кровище кругом. Это что? Мяч для американского футбола. Так, ну и что, куда пойдем? Пошли направо. Тут темнее и страшнее. Опять мяч. Здесь надо бояться игроков в американский футбол, что ли? Я не понял. Почему так много мячей? Может, это дыня? Нет. Это определенный мяч. Поддается. И открывается. Упф. Здесь кто-нибудь есть? Опять, смотри. У-у-у. Опять накапало. Может, я бинокль возьму? Да нет. Не хочу. Птич. У-у-у-у-у. Тихо. Какого? Какого это было? Так, спокойно. Так, ладно. Пойдем дальше. Пока что все в порядке. Просто кто-то рычит. Я недоволен, что мы сюда пришли. Это определенно бункер, да, какой-то? Я опять говорю, какой-то чушь, лишь бы не вдаваться. А что бардак-то такой, е-по-на-мать? О-о-о. Еще один футбольный мяч. О-о-о. Твою мать. Хорошо. Е-по-на-мать. Сколько тут кровищи. Ой, твою мать. Ах, о-о-о. Ой, ваша. Уйди, уйди, уйди куда-нибудь. Ох, твою мать. Твою мать. Уйди. Уйди куда-нибудь. Что мне делать-то? Он бежит за мной. Твою мать. Твою мать. Ой, 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 ой. Ну что? Только не говори, что ты там где-то отстал. Какого черта это было? Я думаю, о, труп лежит. Прикольно. О-о-о, я не хочу туда идти. Мне просто нужно вот тут как-нибудь обойти. Это было бы... Удобно что ли, я не знаю. Ты там? Большая, страшная. Ах, твою мать. Он все это время ждал меня, сука. Уйди. Иди к чертовой матери. Ну да. Ты слишком тупой, чтобы пройти сюда, да? Страшный, но тупой. Окей. Я люблю такие хорроры. Они кривые, но очень смешные. Ну, временами... Ну, я не знаю. Ну, иди ты уже сюда, что ли. Уважаемый. Почему я не могу съесть тебя? Не, ну серьезно, ну что мне остается? Мне остается такая... Ах, боль. Ой-ой-ой-ой, твою мать. Бежим, бежим. 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 Я уже дорогу забыл. По-моему, налево. Ах! Твою мать. Слово твою мать. Будь твою мать. По-моему, зациклилась уже у меня. На лупе стоит. Отлично. Ой. Там выход? Там же не было выхода. Или он там был? Так, хорошо. Опять... Открой ты дверь. Ого. Нормально. Вообще, великолепный звук на загрузке, я считаю. Короче, он, походу, не любит мечи. Не может их обойти. Так, ладно, мы куда-то выбрались. Это странная игра, но она мне нравится. Обожаю такие. Собранные на коленке хорроры. У них, как правило, очень много всего веселого. Ну, конечно. И мы пришли опять же... Чтобы это не было... Фонари. Опять же, в какие-то коридоры. А, я понял. Мне отказалось, что мы... Чей-то системник 486-й. Окей, радиация. Мы все умрем. Как хорошо. Отлично. Так, сюда мне попадаю. Вообще, по сути, если бы я был на месте главного героя, я бы он там через забор перелез бы и все. Сюда бы я точно не пошел. Или хотя бы вот это вот. Увидел бы все, я бы вернулся назад, пошел бы через забор. Ну, может, наш герой, я не знаю, прыгать боится у него там. Ой, 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 твою батья, это что за хрень в стене была? Ах, ты сломалась. И стены вытянем. Окей. Хорошо. Кривота. Мне так спокойно. Не вылезай, пожалуйста, оттуда. Что-то все хуже и хуже. Там, похоже, был мужчина, а это, похоже, его дамы сердца. Она сейчас выберется, смотри. У нас какой-то взгляд нездоровый. Ой. Ладно, хоть ты бегать не умеешь. Не умеешь ведь? Ой, стой. Я тебя сейчас... Нет, это скорее очень смешно, чем очень страшно. Ну, скримеры, конечно, да. Отличные вообще. Люблю-ка, меня скримерами пугает. Ух ты, бункер. Мозговитый парень. Такой СЦП, да? И стул. Отлично. Фух, хорошо. Почему-то мне вот это вот все... Звездный Войн напоминает. Помните тот корабль, на котором принцесса Лея летела? Отлично. Короче, этой игре не хватает прямых рук, чтобы все работало как надо. Но вот эти резкие звуки у них получаются. Они пугают. Наш герой такое ощущение, что когда идет, он пританцовывает. Слышите эти звуки? Что это такое? А, я понял. Ох, сейчас кому-то достанется. Я бы не сказал, что я 42 патрона подобрал. То есть, 48. Ну что, боговое чудище, вылазь. Эта дверь определенно не откроется, а вот эта, я думаю, откроется. И так... Ого! И как раз, когда появились патроны, этот монстр, я думаю, не уязвим. Ты посмотри на него просто. Баю-ба! Я думаю, тут мы его... А, что? Enter to use. Ну и здесь, короче говоря, игра вылетела. Такая такси-игра. Но поржать, в принципе, хватило. Работает криво. Многие моменты работают вообще не так, как надо. Но поначалу как-то, блин, даже напугало серьёз. А потом уже второй раз, когда бабайка была в стене, она напугала чисто скримером, а третий не напугала вообще. Потому что зря нам дали пистолет. Ну, раздали, как-то весь хоррор сразу улетучился. И появился шутер. Плохой, плохой шутер. Так что, в принципе, вот такой вот инди-хоррор. Посмотрели и забыли. В принципе, на этом всё. Увидимся в других инди-хоррорах. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!